на буду здесь форбс ну вот ребята если вы слышите это замечательно отбивочка это значит что четверг на планете где-то еще среда наверное да 10.06 время московское это утренний прайм серебрного дождя и время наших традиционных четверговых коллабораций с одним из лучших деловых изданий страны форбс россия и по традиции мы каждую неделю обсуждаем какие-то интересные большие материалы расследования целые вкладки которые публикуют forbes у них огромная палитра от education lifestyle до спорта и сегодня как раз спорт я знаю что у нас не самая спортивная аудитория но и вкладка forbes она не про голы очки секунды в основном как раз про 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 деньги и спортивной индустрии и про жизнь спортсменов соответственно нас в гостях сегодня евгений звенка звенка шеф-редактор forbes спорт жизнь привет рада тебя видеть значит сразу скажу что поводом для нашей встречи стал свежайший ваш рейтинг а форбс вообще специализируется на классных всяких рейтингах рейтинг 30 самых ценных персональных брендов российских спортсменов все верно то вот только-только вышел ну еще несколько материалов мы внахлёст обсудим как зарабатывают фигуристы сколько российские болельщики тратят на футбол тоже очень интересный большой материал forbes и и наконец если останется время политическая тема кто из кандидатов в выборы президента мог международного олимпийского комитета выгоден россии а выборы будут весной в марте месяца да и это такая тема любопытная чрезвычайно поехали поры а плюс 790 3797 6333 номер для ваших ватсап сообщений ребят пишите у меня два на самом деле коротких вопросов в целом вы интересуетесь каким-либо спортом ну как зрелищем как способом проведения досуга не знаю футбол волейбол американский футбол может быть снукер там все что угодно черканите ну и второй момент как вы считаете оправданы ли высокие зарплаты спортсменов нашей стране например футболистов они не у всех такие высокие ну например футболистов могут ли в небогатой стране мягко скажем да с небогатым населением футболисты зарабатывать десятки миллионов долларов играя в насквозь убыточной лиги которая фактически не генерирует доходов об этом кстати уже не там расскажет поехали с рейтинга начнем с рейтинга мы посчитали 30 наш рейтинг называется 30 самых ценных персональных брендов российских спортсменов и смысл его именно в том что мы сравниваем представители разных видов спорта совершенно разных дисциплин таких там ммай фигурное катание и сравниваем их по тому единственному критерию который в принципе может быть хоть как-то совместим с каждым из них понятно что у каждого своя свой вид свои рекорды свои чемпионаты даже турниры разные но есть несколько есть одна собственно вещь которая объединяет всех все спортсмены пытаются приходят спорт для того чтобы побеждать и становиться популярными и каждый спортсмен став взрослым понимает что это популярность надо являешься спортсменом интересном аудитории надо как-то конвертировать и вот мы как раз попытались оценить стоимость и конвертируемость этих самых личных персональных брендов именно поэтому скажем у нас там в первой пятерке один может просто перечислить и первый там пятерку десятку но это те фамилии которые думаешь известны и не спортивная аудитория вот у нас второй год подряд на первом месте теннисист даниил медведев так затем идет хоккеист александр овечки давайте сразу будем показывать насколько важно участие в международных турнирах теннисисты практически не подвержены никаким санкциям они играют и на олимпийских играх они играли они играют и в международных турнирах и вообще ну более того для тенниса олимпиада не является первостепенным турниром как и для футбола это вторый по сравнению с более турнирами большого шлема это вторичная история тем не менее значит даниил медведев теннисист полностью задействован международные повестки александр одвечкин гонится за рекордом грецкий в клубе в вашингтон капиталз а затем артем дзюба как самый шумный и возможно медийные российские футболисты известен своими нефутбольными подвигами но тоже но тоже многие были впечатлены и многие кто не знал вообще дает момента до чемпионата мира от зубе узнали его с другой страны давайте назовем так ислам махачев как самый популярный действующий боец мм и возможно самый популярный действующий спортсмен в мусульманском мире прямо сейчас хабиб именно ислам махачев мы говорим об этом смена хабиб уже закончена и наконец александра трусова как единственная фигуристка из самого популярной дисциплины фигурного катания которая успела выступить на олимпиадах успела проверить себя в соревнованиях с международными соперницами и в сущности она единственная действующая фигуристка в одиночнице которая выступала на международной арене успела до отстранения поучаствовать в нормальных турнирах заработать международную репутацию поэтому она единственная грубо говоря чью чей знак качества проверен вот все остальные может быть сейчас прямо сейчас прыгают лучше чем она но они никогда не прыгали на взрослых международных соревнованиях и это такая это такой яркий показатель да что из первых пяти четыре по сделали стали популярны благодаря международным а можно посмотреть еще перечислить по просто первую десятку дальше у нас идут еще один теннисиста андрей рублев тоже как второй русский теннисист популярный теннисистка мира андреева которая стала супер звездой именно как самая популярная теннисистка и как та которая дошла и наша единственная серебряная медаль на олимпиаде так еще одна фигуристка алена косторная мы его считали как действующую но она вот успела вот моменту пока номер печатался она успела приостановить карьеру хоккеисты я ковальчук сделавший опять же давно давно но он как бы выступал в этом году за спартак поэтому попал еще в этот мы обсчитывали за 12 месяцев последних и игоря конфеев это вратарь циска и вратарь сборной многолетний как вечная ценность то есть получается у нас кроме дзюба который пылит сейчас где-то в окроне вообще но уже он уже далеко он сочетание футбола да персонаж уже сурово на сходе скажем так при этом медийность колоссальная накоплена и она до сих пор за ним идет плюс он в рекламных контактах задействован там со слуцким активно всякие мобильные операторы и так далее как бы они мелькают по телевизору это как раз очень важный показатель того что именно поэтому прямой придумали специальную систему подсчета долго разрабатывали которая должна была учитывать не только присутствие на стадионе не только упоминание в медиа но потому что условно и спортивная медиа будет каждый день сообщать о том как сыграл медведев на у него будет огромное количество упоминаний на это или но это ничего не дает точно также каждый это только для узкой аудитории который потребляет эти новости каждый день в течение зимнего сезона каждый день всем спортивные сайты сообщают о биатлонисте серохвостове но это не выводит его в первые там 100 поле нашего рейтинга потому что это не выходит за пределы узкого круга тех людей которые постоянно интересуются очками и секундами поэтому мы вводили в рейтинг дополнительные параметры измеряли упоминаемость спортсмена в социальных сетях причем не только в их собственных соц сетях но и в соц сетях всей широкой аудитории нам пришлось для этого привлечь наших коллег из системы диалоги которые с помощью компьютерных алгоритмов обсчитывали за 12 месяцев все весь русскоязычный интернет и это огромный массив данных мы обсчитали более 300 ответов которых сравнивали по этим показателям и уже потом из них выбирали самых 50 самых упоминаемых соц сетях 50 самых упоминаемых в медиа и потом уже со специальными экспертами которые должны были оценить такую нематериальную вещь как привлекательность для рекламодателей в первую очередь маркетинговую привлекательность спортсменов уже составляли финальный рейтинг потому что опять же при всей частоте упоминаемости артема дзюбы в соц сетях есть достаточно ограниченный круг брендов которые может рекламировать артем дзюба в силу опять же своей так сказать медийной репутации у даниила медведева все просто ясно и четко как у настоящий топ-теннисист он обладает специально таким большим шлемом собственным рекламным у него есть реклама банковская у него есть реклама роскошных часов у него есть реклама автомобилей у него есть реклама одежды как всякий топ-теннисист первой десятки обладает вот этим набором Кутоповых брендов, а все остальные вынуждены добиваться такого, развивая себя. Все остальные вынуждены вкладывать в это дело дополнительные усилия. И если Александра Трусова может рекламировать игрушки, косметику и женскую одежду, то у Ислама Махачева, например, совершенно другой набор потенциальных рекламодателей. Он не рекламирует букмекеров, он не рекламирует алкоголь, но может рекламировать автомобили, энергетики и почему-то приправы. Потому что он восточный кавказский человек, сам Бог велел. Поэтому да, это очень своеобразный. Нужно учитывать массу факторов, если оценивать действительно потенциальную маркетинговую привлекательность каждого. Но главный из них, конечно, этот человек должен быть известен кому-то за пределами своей тренерской группы, своей семьи. Вы сравнивали, то есть как бы сравнивая, составляя рейтинг персональных брендов, вы с помощью хитрого алгоритма их ранжировали по упоминаемости в СМИ, причем во вне спортивных СМИ, скажем так. Да, мы сделали отдельный коэффициент для спортивных и отдельный для всех остальных. Окей, вопрос. Вы подсчитывали в итоге итоговые доходы этих спортсменов, чтобы их сравнивать. Как бы выглядел рейтинг доходов, причем вне основной зарплаты, скажем так. Это очень сложно. Вот от маркетинговой деятельности. Это очень сложно, просто в силу того, что доходы закрыты. Никто не обязан из спортсменов делиться своими доходами неспортивными. И мы можем оценить только те выплаты, которые происходят в рамках спортивных контрактов. Они известны. Они открыты. И то не до конца. И то не до конца. Потому что дополнительные бонусы клубы не раскрывают, а туда может быть зашита еще одна зарплата. А то и несколько зарплат. Потому что есть потолки зарплат клуба в хоккее, например. Мы можем говорить про хоккеистов НХЛ и их официальные контракты. Мы не можем говорить про хоккеистов КХЛ и их официальные контракты. Опять же, в силу того, что эти данные не вполне открыты и не вполне, будем честны, не вполне откровенны. Да, это единственное, что мы решили не брать от НХЛ, взяв, естественно, ведущую хоккейную лигу мира за образец при строительстве КХЛ Мы единственное, что не взяли, на всякий случай не будем брать их открытость и прозрачность экономики А там каждый доллар посчитан, и налоги с него уплачены, и кто сколько там, переходы, ля-ля-ля-ля Мы на всякий случай это... При этом надо заметить, что вот, например, наши коллеги из американского Форбса, считая доходы хоккеистов Отдельно отмечают, что Александр Овечкин есть всего лишь один из двух хоккеистов лиги североамериканской Который зарабатывает около 4 миллионов долларов вне хоккейной площадки Что он один из самых медийных... он, возможно, самый медийный хоккеист мира, включая канадцев и американцев Его популярность и бренд настолько мощны, что он обладает огромным количеством рекламных контрактов североамериканских И североамериканская аудитория его очень ценит и отлично воспринимает как рекламный носитель Этого нет ни у кого из действующих хоккеистов следующего поколения Никто из тех, кто зарабатывает больше него на льду... Типа Панарина Ни Панарин, ни Драйзайтель, ни Макдепет, никто не может зарабатывать за пределами льда столько, сколько он Только он и Кросби, это два единственных человека, пробивших эту огромную отметку Это Сидни Кросби... Уникальная вещь, да В Питцберг Пингвин сыграет вместе с другим великим русским хоккеистом и потрясающим бомбардиром Евгением Малкиным Я на всякий случай должен сказать Тоже очень возрастным уже, такие два суперстара из старой формации, это Овечкин и Малкин Которые уже доигрывают свои домашние, всем под 40 Всем бы так доигрывать Ну да, но Овечкин вообще 40 будет в следующем году Вот Хорошо, окей В итоге у нас в рейтинге присутствует 7 теннисистов Это как раз показатель того, что этот вид спорта рвет именно благодаря тому, что они всегда играют на самом высоком уровне И их крутизна, их ценность проверяются еженедельно 6 хоккеистов, 3 бойца ММА, 3 фигуристки, 1 лыжник, 1 киберспортсмен и 10 футболистов Из которых 1 головину играет за пределами России Остальные внутри Но надо заметить, что все-таки, опять же говоря о том, что для болельщика важнее всего реальное противостояние, а не дворовые турниры То с этой точки зрения нашим футболистам повезло больше Просто потому, что РПЛ в силу большой-большой традиции футбольной, существующей в нашей стране У Спартака, ЦСКА, Зенита, Динамо есть болельщики, которые всегда будут следить за матчами Спартака, ЦСКА, Зенита, Динамо, особенно когда они играют между собой То есть футболистам все-таки гарантировано внимание аудитории в России Футбол действительно спорт номер один, вот глядя на это, да, или все-таки хоккей? Глядя на это, да, мы еще раз подтверждаем У вас получается чуть больше футболистов, чем хоккеистов, но есть мнение, что Россия хоккейная страна, а футболисты, возьми любой туп-клуб, одни бразильцы с аргентозами играют Ну или там с африканцами, Зенит, Динамо, Спартак, все, ну вообще все не наши Но особенность состоит в том, что лучшие российские хоккеисты играют не в России, в отличие от лучших российских футболистов То есть особенность хоккея состоит именно в том, что все лучшие российские хоккеисты уезжают в НХЛ И поэтому в нашем рейтинге хоккеисты это уехавшие в НХЛ Или вот как Ковальчук, который в НХЛ стал суперзвездой, и поэтому на его последнюю прощальную гастроль в России приходили смотреть люди Они хотели еще раз увидеть Ковальчука в последний раз Но они хотели увидеть того Ковальчука, который забивал за Атланту, который был рекордсменом и самым богодорогим игроком мира Они не шли на спортах хоккейной в этой ситуации И это общая проблема наших практически всех видов спорта, за исключением футбола Ну и я насколько понимаю, собственно, у теннисистов, у футболистов, у хоккеистов Мало того, что у них достаточно высокий уровень доходов непосредственно от профессиональной деятельности Да, конечно То есть они зарабатывают себе на жизнь, на тренерские штабы, если берем теннисистов, они это все сами оплачивают и так далее И у них эти доходы от рекламной деятельности и доходы от спортивной непосредственно соревновательной деятельности Они могут быть сопоставимы и там плюс-минус Здесь надо признать, что наш спорт и вся индустрия нашего спорта, мы не изобрели ничего такого, чего не существовало в мире На самом деле доходы экономика в российском спорте полностью повторяют то, что существует в мировом То есть наша хоккейная история, наши хоккеисты зарабатывают больше всего именно в той индустрии, которая была создана в Северной Америке и адаптирована для России Наши футболисты больше всего зарабатывают в той индустрии, которая здесь повторяет законы и правила, существующие во всем мире Наши теннисисты зарабатывают во всем мире Те виды спорта, в которых наши бойцы ММА, самые популярные, выступают в UFC и зарабатывают в UFC Или конвертируют потом популярность заработанную в UFC, конвертируют уже здесь Практически за исключением одного единственного примера Владимира Минеева, попавшего в наш рейтинг Который стал большой звездой именно на противостоянии с еще одним российским бойцом Мангмендом Исмаиловым Они прекрасно провели несколько боев, они прекрасно раскрутили эту историю И они, да, самые популярные бойцы ММА, единственные популярные бойцы ММА, не выступающие в UFC Не имеющие опыта UFC, не отработавшие там Вот я смотрю, мне что интересно, вот у нас один лыжник попал, я даже не знаю, кто Александр Большунов Александр Большунов тоже уже ветеран сцены, не знаю Великий лыжник и тоже прославившийся благодаря тому, что на Олимпиаде он был лучшим Мы помним его спринты, все сумасшедшие и победы Там некоторые, по-моему, медали у него были потом забранные Ну, не будем сейчас копаться, могу ошибиться Не-не, там все хорошо Все нормально, да, у него Сейчас большинство видов спорта находятся замкнуты внутри России В том, например, лыжи или биатлон, который был самым, пять лет назад, самым популярным видом спорта в России Обходя рейтинги биатлонных кубков мира Европейских, ну, прежде всего, европейских, там, какой, не знаю Норвежских, славянских, австрийских, немецких и так далее Обходили по количеству зрителей любые топ-матчи футбольные и хоккейные Включая Лигу чемпионов с участием Реала и Милана Да, это так Сейчас, насколько я понимаю, как только исчезли международные соревнования Все это рухнуло, рухнула упоминаемость спортсменов И катастрофически рухнули их доходы То есть, фактически, они просто живут за счет тех дотаций, которые им выплачивает государство Ну, фактически, да Фактически, сейчас весь наш спорт, не участвующий в международных соревнованиях Ну, и опять же, не берем в расчет РПЛ и КХЛ Весь остальной спорт существует за счет того, что государство поддерживает его в расчете Что со временем он снова понадобится на международной арене Поэтому, да, биатлон пытается зарабатывать Биатлон в этом году там создали специальный турнир, Лигу свою биатлонную И, возможно, она, так сказать, начнет что-то собирать Но ситуация, когда российские биатлонисты бежали на перегонки с норвежскими, немецкими, шведскими, финскими И люди в прямом эфире смотрели, кто прибежит первым И люди в прямом эфире смотрели, как человек бегущий первым промазав один раз, опускается на пятое место И прямо в прямом эфире все менялось и переворачивалось Да, динамика зрелища сумасшедшая Это было невероятно зрелищно, это было невероятно динамично Биатлон один из тех прекрасных видов спорта, которые популярны только в прямом эфире И только в том случае, когда это настоящее соревнование сильнейших Когда есть шанс, что... Там и правила менялись непосредственно под телепоказ Когда ты можешь сидеть сразу за разными спортсменами на разных этапах в параллели И все вот, и ночные гонки в электрическом освещении И все вот это, это все прекрасно было сделано именно для телепоказа И да, биатлон в остальном мире, его рейтинги продолжают оставаться очень высокими В тех странах, которые за ним следят, которые его любят А потому что это невероятно красивое, яркое зрелище Но у нас чемпионат страны по биатлону никто не смотрит в итоге Потому что аудитории не так интересно, кто окажется на первом месте Ханты-Мансийск или Якутск Аудитории было интересно знать, наш или не наш А когда выступают наши, наши и еще немножко наших Это уже совсем не то, это уже показательные выступления Так это воспринимать широкая аудитория Не биатлонные болельщики Понятно, что болельщики Ханты-Мансийска переживают Но вот болельщики Рязани уже равнодушны Можно я вернусь еще, вот, например, фигуристы Наверное, тоже наряду с футболистами и теннисистами Действительно, самый узнаваемый российский спортсмен Потому что выросла целая индустрия ледовых шоу И изрядно все это подогревается скандалами Где, значит, там, я не знаю, Ягудин поссорился с Тутберидзе Даже эти фамилии известны не спортивная аудитория Тутберидзе не дружит с Плющенко и Гном-Гномыч И Шном-Гномыч И у тебя и 150 разных вариантов ледовых шоу С сумасшедшими бюджетами и Косторная И это пытается все стать телеведущей За Алина Загитова Не очень получается Но, тем не менее, вот это все, значит, все бурлит история Она к спорту не имеет никакого отношения Тем не менее, они поэтому хайпуют Они постоянно в медиа И они имеют контракты и так далее Парадоксальная ситуация Если на ледовые шоу собирают аудиторию Может быть, не все, но многие Битком Это вариант проведения досуга Вместо театра пойти на ледовые шоу Бывают очень красивые постановки Круто сделанные с сумасшедшими звездами Олимпийскими чемпионами на льду Вопрос в том, что почему на чемпионатах России Абсолютно пустые трибуны Где катаются те же люди Ну, во-первых, те же как раз уже не катаются Это одна из самых важных вещей В том-то и дело, что олимпийские чемпионы закончились А новых не возникает У нас вся индустрия выстроена вокруг того Что мы берем великих чемпионов Мы берем знаменитых спортсменов Которые чего-то добились И показываем их В мире Ставим рядом с ними актера И показываем что-нибудь веселое Или выводим олимпийскую чемпионку В роли Золушки И показываем ледовое шоу Но она должна быть олимпийской чемпионкой Она не должна быть чемпионкой Гран-при в Казани Это разный статус Популярность и аудитория Вот почему вопрос возвращения России в олимпийскую программу Это принципиально важный вопрос Который во многом будет зависеть в том числе От того, кто возглавит Олимпийский комитет Международный Олимпийский комитет Мог в марте следующего года Это один из тоже очень интересных материалов В свежем выпусте В свежем номере Forbes Sport И об этом мы поговорим через несколько минут Сейчас бизнес новости от Игоря Наумова Ну что ж, ребят, мы продолжаем Наши четверговые посиделки Калабные с коллегами из Forbes России Сегодня у нас в гостях Евгений Жуенко Шеф-редактор Forbes Sport Пускай нашу не самую спортивную В смысле интереса к профессиональному спорту Аудиторию не пугает Мы говорим как раз про неспортивные вещи Не про головячки секунды А про деньги, узнаваемость Присутствие в международных турнирах И так далее Об этом замечательный новый номер Forbes Спорт, очень много интересных материалов Разнообразных Начали мы с рейтинга Персональных брендов спортсменов Жень рассказывал, как он считался То есть это их упоминаемость В спортивных и, самое главное, неспортивных Медиа, рекламных компаниях и так далее Еще раз напомню, что в целом В тридцатке самых Самых мощных спортивных Брендов спортсменов, скажем так У нас семь теннисистов Все участвуют в международных турнирах У нас десять футболистов Футбол отдельное место занимает в нашей стране Хотя не играют наши сейчас клубы в Еврокубках Шесть хоккеистов Большинство играет в НХЛ А все из НХЛ Три бойца ММА Соответственно борются в Дубае И в Штатах Ну там, в разных местах Но тоже международное признание Три фигуристки Уже заработавших международное признание Еще тогда, когда мы были на Олимпиаде Один лыжник И один киберспортсмен Но киберспорт это вообще отдельное Ну он очень хорош Это кто такой? Давайте хоть узнаем Моноси Осипов Он очень хорош Он считается прямо сейчас Лучшим снайпером в Counter-Strike В мире Это сложно Сейчас начнется разговор Является ли киберспорт спортом Там тра-та-та Как и шахматы И прочее На самом деле киберспортсмены Тренируются Физическую Два-три раза в день Тренируются У них не менее жесткие графики Травмы получают очень быстро Травма шея Травма пальцев У них своих Это суставы лучевые Да-да-да Пясные Лучше пясные Да, потому что мышкой Всегда надо быстро очень дергать Я вас проброс, ребят На плюс 7903 7976333 Наш номер для ваших Фотсап-сообщений Спрашивал Считаете ли вы оправданным Высокие доходы спортсменов Прежде всего Речь идет, конечно, о хоккее, о футболе Мнения поделились Занимаясь хоккеем На льду Три раза в неделю Считая зарплату спортсменов В хоккее Оправданной Так как очень тяжелый труд И высок Уровень получаемых Травм По такое мнение Есть и противоположные Которые считают Что наши футболисты Например Зарабатывают неоправданно много Получают правильно Они зарабатывают Сложно сказать Потому что Все футбольные клубы Абсолютно убыточные Российские Если убрать Титульных спонсоров Которые их содержат То это будет Сто процентным убыток Я напоминаю В американских лигах Например Во всех лигах Нет вообще Титульных спонсоров Такого понятия Не существует Только что Заработал То потратил Правильно я говорю? Это сложно Это правда Очень сложно сравнивать Во-первых У нас действительно Другая система Экономики Спортивная Не такая Как в Северной Америке То есть у нас Скорее европейская система Где титульные спонсоры Существуют Есть и у Реала И у Баварии И у ЦСКА Но Здесь ключевой момент Состоит в том Что мы часто путаем Разные вещи Люди получают Деньги Клубы получают Деньги С федерацией И турниры Исходя не из того Насколько сложно Тяжело И травмоопасно Это занятие Потому что Иначе Акробаты И какие-нибудь Спортивные гимнасты Зарабатывали бы Гораздо больше Чем лыжники Просто потому что Там травмы Страшнее и чаще Но этого не происходит Они Главная ценность Главное Что приносит Деньги В принципе Вот если Свести ситуацию Абсолютно Финальной части Главное Что продается Это Внимание Аудитории Главное Что продается Это способность Привлекать Людей И заставлять Их смотреть Вот это шоу Способность Футбольного клуба Зенит Заставлять 20-30 тысяч Человек Каждую неделю Смотреть 90 минут Матч Зенита Гораздо выше Чем у Всех фигуристов В России Вместе взятых Способность Каждую неделю Собирать 20 тысяч Человек На трибунах Это Просто Один Зенит Собирает Больше Чем все Фигурное Катание Клубы РПЛ Собирают Суммарно Каждую Неделю Из Года В год Из недели В неделю Собирают Аудиторию Больше Миллиона Больше Чем любой Другой вид Спорта Кроме Хоккея У которого Тоже Такая же Примерно Аудитория Такие же Примерно Показатели Хоккейный Спартак Хоккейный ЦСКА Хоккейный Автомобилист Или Акбарс Может 3 раза в неделю Собирать зал На 5-10 тысяч Зрителей Это не говоря Про телевизионную Аудиторию Это отдельная история И тут мы переходим К еще одному Интересному материалу Который публикует Forbes Sport До выборов Президента Международного Олимпийского комитета Мы дойдем Это не самое Сейчас как бы Главное Актуальное Это у вас Интереснейший материал Во что обходится Болельщику Походы на футбол В разных странах Да Это самое Интересное Для нас было На самом деле Вещь Исследование Которое мы долго Подготовили И проводили Мы собирали данные По 5 ведущим Футбольным клубам Европы Лигам Европы Изучили Соответственно Как зарабатывают Клубы И что именно Им приносят Матч Дэй Матч Дэй Напомню Это все сборы Которые происходят В день матча То есть Это билеты Это проданные Пиво и сосиски На трибунах Это проданные Шарфы Атрибутика И так далее Это все Все деньги Которые тратит Болельщик Когда он пересекает Ворота стадиона И оставляет эти деньги Вот внутри Стадионной чаши Это главный источник Доходов В принципе Для большинства Спортивных клубов Существующих В нормальной экономике То есть Это билеты Абонементы И расходы Сопутствующие Как попкорн В кинотеатре Так здесь Это буквально попкорн Это буквально попкорн Пиво Там где есть пиво Сосиски Хот-доги Это шарфики Футболки Кепки Это участие В лотереях В розыгрышах Это огромное количество Всяких активностей Которые должны Приносить деньги Клубу И должны приносить Радость болельщикам Вот у меня перед глазами Мы сейчас Про сопутствующий расход Это отдельный разговор А у меня есть Вот Статистика Стоимости Абонементов Это годовые абонементы Судя по всему Да Вы считали На матче Большой европейской пятерки Это чемпионат Англии Футбольный Потом чемпионат Испании Футбольный Идем Потом чемпионат Италия Франция и Германия Вот Биг Файв Россия кстати говоря Вот всегда болталась Где-то там В районе шестого места Конкурируя с Португалией Турцией И Нидерландой И Голландии Да Да Значит Вот смотрите какие цены Они меня честно говоря Удивили Я думал что в Англии Абонементы стоят дороже Это усредненная цифра Насколько я понимаю Это цифра официальная Предоставленная клубами Но здесь не включены Дорогие ложи Хорошо Отдельная история Для британских стадионов Это ложи И места в них То есть вы хотите Скажите что серьезно Средняя цена Абонемента годового На матчи Усредненные матчи Английского клуба Понятно что в Брэндфорде Или в Челси Это будут разные деньги Причем сильно разные Про ложи я уже не говорю Значит в Англии Это усредненная цифра Это 1033 доллара За 19 матчей Если быть точно У них 38 матчей Внутри чемпионата Соответственно 19 матчей домашних Вот на них Вы приобретаете абонемент И платите за это 1033 доллара То есть 100 тысяч рублей Да Самые дешевые В Германии Это в 2 раза дешевле 530 долларов Абонемент Все верно В России Средняя цена По российским клубам Понятно что У нас есть клубы Которые вообще Бесплатно раздают билеты На свои домашние матчи Без всяких абонементов Что вообще является нонсенсом Но тем не менее Иначе никто не придет И это в премьер лиге 156 долларов То есть 15 тысяч рублей Условно Против 100 в Англии Ну разница сколько там В 6 раз В 6,5 Все верно И это отражает В общем И реальную картину Мира Конечно Мы исходим с того Мы должны понимать Что на Ливерпуль, Арсенал И Манчестер Сити Абонементы стоят Значительно дороже А абонементы не продаются На все матчи сезона Билеты разовые будут дороже Абонементы будут тоже дороже У каждого клуба свои Но проблема же еще и в том Что вы не можете Просто прийти и купить Абонемент на Ливерпуль Вы будете стоять в очереди И будете стоять в очереди Пока не умрет тот Кто покупает Каждый год абонементы Это И там еще То, что как бы Продается свободно Понятно Это же Ну еще Сосиос То, что называется В Испании Это клубы болельщиков Там очень Клубы болельщиков Это очень Четкая система Будем Помнить о том Что На всех Ведущих странах Мира футбольных На абонементы Приходится Только часть Проданных Только часть аудитории Это те Постоянные болельщики Это те Которые сидят Там на фанатке Это те Которые покупают Постоянные места И Любой клуб Любой европейский клуб Любой большой клуб Всегда Ограничивает Долю того Что продается Абонементами Потому что Можно повышать Стоимость Разовых билетов Многократно Поэтому У ведущих клубов Вы можете купить Билет на матч Реала Вы можете Купить разовый билет На матч Реала Но будет стоить Дороже Сколько стоит билет На Бернабео На Реал На Классику Примерно Обычный Самый плохенький На верху Мне гораздо интереснее Когда последний раз Можно было свободно Купить билет На матч на Классику Перекупов полно Перекупов полно Но там будет исчисляться Теми же самыми тысячами То есть Абонемент стоит тысячу На год И разовый поход Будет стоить тысячу Еще иди поищи Еще иди поищи На стотысячный стадион Практически Который битком На такой матч Представляете себе Какая экономика Я не помню 15-20 миллионов Долларов Только с билетов Зарабатывает клуб Через арену Не говоря про Бутерброды И все остальное Это индустрия сумасшедшая Вот Поэтому да Это Мы сравниваем здесь Стоимость Вот Стоимость абонементов Это стоимость Похода на футбол Для Постоянных болельщиков Для той гарантированной аудитории Которая не оставит Свою команду Даже если она начнет падать В низшей дивизион Это Такой способ Для клуба Поддержать их Для них поддержать клуб И это такая взаимная Так сказать Рука помощи Подтянутая друг к другу Ну потому что в Испании Еще Кстати говоря Везде разные системы В Англии одна В Испании другая В Испании еще болельщики Вот эти Сосиос Да Привилегированные Члены клуба Это передается Из поколения В поколение Это же такая локальная Патриотизм Настоящее его проявление Значит они еще участвуют В управлении клубом Избирая президентов И людей Которые потом Распоряжаются Их деньгами Конечно Там полная Демократик В Германии Тоже очень специфическая Система При которой Никакой владелец Не может купить клуб Больше 50% За исключением Там трех клубов Которые созданы Изначально При Как заводах Корпораций И Очень жесткая система При которой Клубы Не могут Эти владельцы Не могут Акционеры Взвинтить цены На билеты По собственному усмотрению Что например Происходит в Англии С полшириадом Вот Для Английских Болельщики Английские медиа Уже несколько лет Обсуждают Что клубовый футбол В Англии Футбол премьер лиги В Англии Перестал быть Видом спорта Который любит Пролетариат Перестал быть Даже видом спорта Который любит Средний класс Это стала Английская премьер лига Они мрачно шутят Что она стала Чемпионатом Для китайских туристов И не только Это касается Иреала с Барселоной Между прочим Если посмотреть На лица и половину Продных билетов Это будут туристы Которые специально Прилетели в город Тише стали Балеть из-за этого На стадионах Они это фиксируют Они не поют песен Они не знают Этих песен Они пришли посмотреть На то самое шоу Которое им Они видели по телевизору Которое они знают Что оно прекрасно И лучшее в мире Но это убивает Конечно атмосферу И именно поэтому Для клубов важно Сохранять абонементы И сдерживать цены Поэтому цены На абонементы Это очень своеобразный Показатель Это способ зарабатывать Но это способ Еще и сделать так Чтобы трибуна Была живой Чтобы это не было Театральной трибуной Кстати говоря Есть ипон Что-то мы все Про европейцев А вот смотрите Самые дорогие Наши абонементы Удивительно Зенита нет В первой тройке Нет Динамо 251 доллар Средняя Цена абонемента Годового Ну и матчи Кстати в российском Чемпионате Меньше Я напоминаю У нас 30 матчей Да В отличие от 38 в Европе В чемпионате Плюс надо заметить Что владелец абонементов Получается На матче еврокубков На кубке У нас еврокубков нет Поэтому В общем Ценность здесь тоже Несколько исчезает Окей Краснодар 233 доллара Спартак Тоже там 230 И Зенит Который часто раздает Большой стадион Может себе позволить И для вида заполняемости Раздает еще билеты Бесплатно Частенько По всей видимости Он поэтому сюда не попал Не знаю почему Я думаю что Во всем влияет Fan ID Карточка болельщика Которая отогнала Тех самых Постоянных потребителей Абонементов От стадионов Сейчас короткая пауза Вернемся через Три минуты Ну что ребят У нас такая горячая Сегодня горячая Темка получилась С Евгением Зоенко Главным редактором Forbes Sport Мы сегодня обсуждаем Их разные интересные материалы Начали с рейтинга Популярных Популярности Брендов Спортсменов Перешли к стоимости Похода на футбол В разных странах Вы об этом пишете Вот очень интересно Что вы отметили Что например В итоге Любовь к футболу В среднем не дороже Любви к театру А то и дешевле Например билеты На концерт Агутина На Газпромарене Продавались От 1800 рублей При заполняемости В 45 тысяч Это очень хороший результат На топовые матчи В Питере Приходит столько же На футбольные Но при этом Билет стоит От 500 по-моему Рублей Вы же об этом пишете А еще большая часть Билетов раздается Зенитом бесплатно Это школы Спортивные школы Интернаты Какие-то благотворительные Организации Это здорово Что клуб это делает Не только Зенит Насколько я знаю Но тем не менее Но при этом Футбол стоит дешевле Чем Агутин Чем сильно Именно потому что Футбола много больше Наверное Именно потому что Мы футбол имеем Два раза в неделю С Больше чем полгода И В общем Любой человек Который любит футбол Может увидеть его Может легко позволить Себе это То же самое Кстати с хоккеем Да Сам смотрю Формулу 1 И гонки класса Джей Т Ну это отдельный вид Как бы вот Автолюбителя автоспорта Я тоже кстати Люблю формулу первую А Также наш РСКГ Это российские Кольцевые гонки Судя по всему Да Заметно что Среди моего поколения Мало кто сейчас Следит за спортом Скорее предпочитает Им заниматься Это отдельный большой разговор В целом Кризис Традиционных Спортивных Индустрий И даже Футбола Да И хоккей Уж не говоря про Олимпийскую программу Огромное количество Вариантов развлечений Появилось у человека Вне этого Правильно я понимаю Мы с вами уже Однажды обсуждали это Что Каждый раз Когда Условно говоря Мы проводим матч Спартак Динамо Он соревнуется Не с матчем Зенит Краснодар Он соревнуется с тем Что одновременно В Москве проходят 10 кинотеатров Работают Показывают 10 премьер Одновременно 20 театров Показывают свои спектакли Здесь же рядом Проходит Какое-нибудь шоу Татьяны Навки И Зритель выбирает Не какой футбольный матч Посмотреть А зритель выбирает На что он потратит Два часа Своей единственной жизни На просмотр Сериала В кинопоиске Или на просмотр Футбольного матча С трибуны И очень трудно Заставить человека Выйти из дома Пойти на стадион Потратить на это Несколько часов И кучу денег Дополнительно Не оставшись дома Согласен полностью Последний вопрос Все-таки еще одна Интересная тема Политизированная Которую вы пишете В свежем Forbes Sport Это выборы В марте Президента Международного Олимпийского Комитета Вы пишете Про всех Кандидатов Рассказываете Хуан Антонио Самаранч Младший Который как бы По традиции Как и старший Поддерживает Россию Китеры СССР Значит Японец Маринара Ватанабе Также Кстати Положительно Относится К возвращению России Вася Публичные Риторики И там Можно кучу Условий Наверное Выдвинуть Типа Не знаю Возновление Русада Допингов И так далее Француз Давид Лапарьянга Уклончив В своих Комментариях И всем известно Что главный Претендент Он англичанин Себастьян Коу Не видит Никаких причин Для возвращения России В семью Международного Олимпийского Комитета И орданец Фейсал Аль-Хусени Никак не комментирует Эту тему Мы собирали Специально Все Что говорили Эти люди По поводу Возможного Возвращения России И грамотнее Всех Выступил Конечно Принц Фейсал Аль-Хусени Который Ничего не стал Говорить В целом Я думаю Что это Общая позиция Всех Кроме Себастья Ана-Коу Что Они посмотрят Как развивается Ситуация И как только Политическая ситуация Международная Да И как только Будет можно Начать вести Переговоры О том Сколько мы Заплатим За возвращение Вот Тогда Они Начнут Это вопрос То есть В общем В целом Разговор Что спорт Вне политики Все эти разговоры Это в пользу Бедных Скажите Это стопроцентное Лукавство Спорт Это всегда Международный спорт Это всегда Большая политика И большие деньги И большие деньги Спасибо огромное Следующий четверг Нам будто Здесь Форд Как всегда В 10 утра По серебным дождем А впереди Дон Пабло Жди Продолжение следует